Дамы и господа, я всех приветствую! Сегодня посмотрим на два чехла, которые позиционируются как чехлы, которые оригинальные. Но понятное дело, что это не оригинальные чехлы Xiaomi, но по качеству должны быть очень даже good. Я заказал чехлы для Redmi Note 8 Pro и для Redmi Note 8. На Redmi Note 8 Pro у меня стоит вот такой вот чехол от Nilkin, который удобный, классный, шикарный, отлично защищает камеру, имеет идеальные вырезы. Но у него есть один нюанс. Из-за этого чехла очень легко нажимается кнопка питания и несколько раз я перезагружал телефон, просто держа его в руке и не замечая, как нажимается кнопка питания. Удерживаешь и все, и он уходит в перезагрузку. Это очень неудобно, поэтому, к сожалению, с этим чехлом мне придется расстаться. Во всяком случае, носить его в постоянном использовании это очень неудобно. Давайте посмотрим, исправит ли эту проблему мой новый чехол. Наконец-то кнопка нажимается с отщелкиванием. Вот послушайте. Кнопка, наконец-то, нажимается нормально, так как она нажимается и без чехла. Защита вверху у нас отличная. По всему периметру защита отличная. То есть, видно, что возвышается над экраном и он не скользит. То есть, он вообще не крутится. Он как приклеенный себя ведет. Сам чехол сделан из силикона. Очень приятный на ощупь софт-тач. И обратите внимание, что он не маркий. Вот я жирными пальцами это все трогаю. И он не маркий. В то время, как вот этот Нилкин, смотрите, будет ли вам видно. Вот, смотрите, жирные пятна на нем остаются. Это удивительно, потому что эти чехлы очень классные. Но вот как-то вот эта модель получилась не очень удачная. По поводу защиты камеры. Смотрите, она здесь защищенная, утоплена. Все отлично. Громкость также нажимается с отщелкиванием. Все good. Вырезы сделаны просто идеально. Специально вам покажу. И, конечно, единственный нюанс, который может вас разочаровать, это вырез внизу. Он у нас идет полноценный. Ну, не знаю для каких соображений. Может быть, чтобы чехол было более удобно надевать. Еще из плюсов, это то, что здесь у нас красуется логотип Xiaomi. И вы сразу можете показать, какой у вас смартфон. То есть, все увидят, что у вас телефон Xiaomi. В то время, как в таком чехле, ну, особо никто не распознает, что у вас за телефон. В общем-то, я думаю, что чехол очень интересный. Он очень хваткий. Он есть в совершенно разных расцветках. Обратите внимание, как в нем смотрится телефон. Ну, как мне кажется, смотрится он очень-очень достойно. Темно-синий цвет и вот такой вот голубенький цвет вместо моего Нилкина. Этот чехол, в отличие вот от этого Нилкина, он просто отменный. Он шикарный. Вообще никаких у меня к нему претензий. Ну, может вот это вот вас смутить. То, что здесь тоже полноценный вырез. И вот здесь небольшой вырез. А так, в целом, он идеальный. Все защищает. Вырезы сделаны идеально. Несмотря на то, что он такой хороший, хочется пробовать новые чехлы тестировать. И смотреть, что они себе представляют. Поэтому приступаем к тесту вот такого чехла. Очень красивый цвет. Приятный голубенький. И смотрите, как хорошо он сочетается. Я не прогадал вот с этим цветом. Как он хорошо сочетается с расцветкой вот такого белого перламутрового телефона. Очень красиво выглядит. И лицевая панель очень красиво выглядит. Да, вот это серебро уже скрывается. И как-то более поприятнее все это выглядит. Еще момент. Это то, что здесь у нас также возвышается по всему периметру рамка. Следовательно, телефон не скользучий вообще. Не скользит. Это супер. Ну, и так он тоже не будет скользить вообще ни капельки. По поводу защиты камеры. Она здесь очень высокая. Смотрите. Камера спрятана. Идеально. То есть, камера утоплена. Это здорово. Сами кнопки нажимаются так же. Отщелкиваются приятно. И с таким приятным звуком. Щелчком. Это даже круче по ощущениям, чем вот в этом чехле. Здесь чуть-чуть помягче нажимается кнопка. Но все равно очень тугой ход. Это здорово. Значит, случайно нажимать не буду. Ну, и по поводу сканера. Он здесь в удобном доступе. Сразу попадаешь пальцем. Что у нас касается этого чехла. Здесь та же самая история. Сканер. Здесь просто у меня этот палец не забит. Поэтому он не сработал. Так вот, на сканер попадаешь сразу. Ну, слушайте. Сделано очень круто. Как вам данные модели чехлов? Единственный момент это то, что они немножко неаккуратно сделаны. Сейчас покажу в чем. Смотрите. Вот здесь у нас такая точка убралась. Также здесь у нас, смотрите, есть небольшие косячки. То есть, вот кнопка была вылита. И немножко остался кусочек вот силикона вот здесь. Короче, поверьте на слово. Вот оно. Вот оно видно. Как будто, знаете, заусенец небольшой. И вот это вот единственный, наверное, нюансы, к которым я могу придраться. Потому что по вырезам, по качеству материалов, это идеальные чехлы, которые, ну, я могу пока что смело рекомендовать. Это действительно то, что мне нужно было. Единственный нюанс это то, что хотелось бы посмотреть, может быть, другие чехлы от этого магазина. Я закажу, посмотрю, что у него там еще есть. Вот так вот выглядел мой заказ. Стоили они мне по 4 доллара. В принципе, я считаю, что это небольшие деньги за такое хорошее качество. Эти чехлы очень похожи на чехлы от компании GKK, которые я заказывал для всех своих телефонов в последнее время. Я с удовольствием буду с ними ходить. Как мне кажется, они просто изумительные за эти деньги. Ты получаешь шикарное качество, продуманные, красивые, что немаловажно. И приятные расцветки. Там есть и красные, и какие хотите. Ну, и логотипчик. Это же разве не здорово, что логотип виден? Спасибо всем за внимание. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Кому интересно, где покупал, ссылки также будут в описании к этому видео. Ссылки на два кэшбэка тоже будут в описании к этому видео. И там будет ссылка на группу ВКонтакте, где вы узнаете о купонах, новостях, распродажах и так далее. Всем пока!